Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об агрегатных состояниях веществ, а именно о трёх основных агрегатных состояниях – о твёрдом, жидком и газообразном. Именно они встретятся в формате государственной итоговой аттестации. Среди них мы выберем одного претендента, на основе которого мы в дальнейшем будем изучать молекулярную физику. Посмотрим, кто же подойдёт под наши жёсткие требования. Начнём, пожалуй, с твёрдых тел. Твёрдые тела отличаются от чёткой структуры расположения молекул, которые все вместе образуют своеобразный узор, называемый кристаллической решёткой. Размеры, форма, расстояние между молекулами, количество в узлах варьируются от материала к материалу и создают его особые характеристики. Межмолекулярное взаимодействие в твёрдых телах особенно сильно. Оно не позволяет молекулам вылетать за его пределы, тем самым позволяя твёрдым телам сохранять собственный объём и форму. Второе положение молекулярно-кинетической теории обязывает молекулу двигаться. Однако из-за связи, которые мы только что обозначили, молекулам твёрдого тела остаётся лишь колебаться, совершая малые колебания в ближайшее положение равновесия, которое создаётся силами межмолекулярного взаимодействия. Давайте подведём итог. Твёрдое тело – это агрегатное состояние, которое характеризуется постоянством формы и объёма, и малыми колебаниями молекул в ближайшее положение равновесия. Движемся дальше. Поговорим же о жидкости. Жидкость характеризуется большой кучностью молекул. Так, расстояние между молекулами всегда меньше, чем их диаметр. Межмолекулярное взаимодействие в жидкости всё ещё достаточно сильно и не позволяет жидкости изменять свой объём. Она себе очень сильно препятствует сжатию или растяжению. Однако недостаточно сильно, чтобы сохранять свою форму из-за отсутствия жёстких связей, которые мы наблюдали в твёрдых телах. Какую же форму будет принимать жидкость? Жидкость всегда принимает форму сосудов, в которую она налита. При этом стремится заполнить все пустоты в своём занимаемом объёме. Что же позволяет ей это делать? Позволяет ей это делать особое свойство жидкости, а именно текучесть. Давайте разберёмся, в чём суть текучести. В обычное время молекула ведёт себя в жидкости точно так же, как молекула твёрдого тела. Она лишь совершает небольшие колебания близ положения равновесия. Однако из-за большой кучности, о которой мы только что говорили, очень часто случаются соударения с соседними молекулами. Из-за этого у этой молекулы, с которой произошло взаимодействие, появляется дополнительная энергия, которая позволяет ей совершить скачок. Куда же она будет совершать его? Так же, как и мы в общественном транспорте, молекула устремится на свободное место, смывая всё на своём пути. Из-за этих скачков жидкость способна занимать весь объём, который она может с собой занять и не образует пустот. Давайте подведём итог. Жидкость – это агрегатное состояние вещества, которое характеризуется постоянством объёма, но не постоянством формы. Особенность жидкости – это текучесть. Переходим дальше. Газ. Газ – это очень приятное агрегатное состояние для нас. Расстояние между молекул всегда намного больше, чем их диаметр, и поэтому взаимодействие между молекулами почти незаметно, однако оно всё же присутствует. Газ стремится заполнить полный объём, который он может принять, и всегда занимает всё пространство, которое ему предоставили, например, сосуд, который он заполняет. Так, газ – это агрегатное состояние вещества, характеризующиеся большим расстоянием между молекул и ксалам и взаимодействием, и способность занимать весь предоставленный ему объём. Давайте же подумаем, что же нам будет удобно использовать в дальнейшем при изучении молекулярной физики. Обратите внимание, что мы изучаем школьную физику, и нам не предоставлены все те инструменты, которые есть в серьёзной науке. Посмотрим ещё раз на твёрдое тело. Нам удобно, что оно сохраняет собственную форму и объём, нам не нужно об этом думать. Однако все те связи, которые происходят между молекулами, очень сильны. У межмолекулярной связи электронная природа, которую мы ещё с вами не понимаем. Поэтому мы постараемся не иметь дело с сильными связями. Аналогичная ситуация, в принципе, с жидкостями. Только тут ещё добавляется множество процессов, которые протекают в жидкости. Её скачки, то, что она течёт, то, что она пытается заполнить весь свой объём и не оставляет пустот. У современной науки всё ещё очень много вопросов перед жидкостями, на которые не найдены ответы. Соответственно, методом исключения у нас остаётся газ. Что же нас привлекает в газе? То, что он занимает объём, и в этом можно очень интересно исследовать. Кроме того, самое главное – это слабое взаимодействие между молекулами. Однако оно всё ещё есть. И как мы сказали, у неё есть электронная природа, которую мы с вами пока что не понимаем. Поэтому в целях изучения именно в школьном курсе мы примем особую модель газа, которую будем изучать. Этой моделью называется идеальный газ. Что же это за модель? Идеальный газ – это модель газа, в которой не учитывается взаимодействие молекул, кроме того, кроме их собственного соударения. Поскольку соударение всё-таки достаточно сложный процесс, мы воспользуемся опытом из механики и заменим все эти соударения молекул на абсолютно упругие, тем самым сильно упростив нашу задачу. Теперь, когда мы вооружились понятием медиального газа, мы сможем продвинуться дальше в изучении молекулальной физики. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео.